13 сентября в нашем регионе состоятся выборы губернатора края. В Славянском районе также пройдут выборы депутатов Совета 7-го созыва и глав Ачуевского и Коржевского сельских поселений. На сегодня завершилась регистрация кандидатов. 7 числа мы закончили регистрацию кандидатов в депутаты и кандидатов на должность глав поселений. Всего у нас выдвинулось на должность глав поселений в Ачуевском поселении 3 кандидата, в Коржевском тоже 3 кандидата. На депутатами у нас подали заявление на 23 округа 98 кандидатов. Чем мы занимаемся, комиссия сегодня? Это готовим информационные плакаты на кандидатов, это готовим сегодня бюллетени, потому что на 23 округа у нас будет 23 вида бюллетеней. Но если на глав будет один вид бюллетеней, то на депутатов будет 23. Поэтому у нас будет одно, двух, трехмандатные округа. Но естественно, что в день выборов все избиратели будут наделены равным количеством голосов, значит в день выборов будут все голосовать только за одного кандидата, могут проголосовать только за одного, независимо, это одномандатный, двух или трехмандатный округ будет. На выборах губернатора будет задействовано 68 избирательных участков, будет создан один дополнительно, это в центральной больнице. На выборах депутатов и глав поселений будет действовать 67 избирательных участков, потому что в больнице не можно создавать избирательный участок, по той причине, что каждый избиратель должен голосовать в своем строго определенном округе, там, где он зарегистрирован. Поэтому на муниципальных выборах будет задействовано 67 участков. Ну, участки практически готовы, но где-то вот числа, наверное, с 15-го, мы начнем объезд избирательных участков, смотреть готовность их, именно будет создана комиссия, куда войдут, это МЧС, это будет администрация, это будут члены участковой территориальной избирательной комиссии, это будет Росгвардия входить сюда, в общем, все, кто заинтересован в проведении выборов. И также хочу сказать, что сохраняется, это чрезвычайная наша ситуация по ковиду, значит, также на избирательных участках будет соблюдаться также изоляция, или расстояние, мы говорим, между людьми не менее полутора метров, также будут использоваться маски, также дезинфицирующие средства будут, все-все, как и было на голосовании.